Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Ата. И снова у меня такая прическа. Утро у меня началось в час дня. Вернее, точнее, в 6.15-6.30 я была на этом коврике. А потом, поговорив с мамой, с дочкой, и я просто легла и заснула. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила! А так хотелось пойти мне на море. Такие у меня были планы пойти на море и искупаться. И вы представляете, я заснула. Да-да, сегодня опять я накрутила свои гульки. Мне так они понравились, потому что надо же как-то меняться. Не каждый день быть одной и той же. Сделала макияж, все приготовилось, чай готов. Буду сейчас ждать мужа и будем завтракать. Хотя я уже выпила кофе два раза. Проснула 12 часов. Боже, думаю, что это такое? А почему я так не могу встать? Потому что я вчера наконец-то закончила все свои основные дела. Перегладила. Три часа я гладила, друзья мои. А потом час ночи села. Думаю, вот прям так душа хочет рисовать. И возле Ашкыма нарисовала нейрографику. Вот, мои хорошие. Это такое дело, это мое хобби. Я так любила раньше рисовать. И вернулась к этому, да? Вот именно рисуй что хочешь. Такими красивыми цветами. Сейчас я вам переверну и покажу. Ну, посмотрите, не красота. Мне кажется, очень красиво. Это я позавчера. Позавчера я рисовала на то, чтобы начать изучение турецкого. Пока мне еще не пришло это. Не пришло, друзья мои. Надо еще рисовать. Конечно, когда что-то хочешь, чтобы исполнилось, надо делать несколько рисунков. Но буду рисовать. Карандаши есть. Все есть. Как хорошо, когда все на своих местах. Все чисто. Посмотрите, сколько сорочек. И тут я положила, потому что надо развешивать. И там мои, и там мои, и здесь. Эта кровать у меня пока еще не прибрана. Потому что я вот, видите, буду сегодня все менять. И тут висит. Все переглажено. Столько собралось. Это какой-то кошмар. Вот сегодня разложу сейчас все по местам. По стилю, за стилю кровать. И моя уборка подошла к концу. И вот успела и собой заняться. Маникюр, педикюр. Маникюр, педикюр. Сделала такую. Вот. С камушками. В общем, вот такие вот у меня дела. Какой все-таки красивый вид открывается с моего балкона, окна. Живу в шикарном месте. Благодарю Бога за это. У других прямо смотрят на балкон других соседей. А у меня, смотрите, какое красивое место. Красота, не так ли? Мое дерево. Друзья, я вчера загрузила видео, но я была в таком состоянии. Вроде бы, по-моему, я никого не обидела. Пожалуйста, не обижайтесь, мои любимые подписчики. Драгоценные вы мои, которые... Вы со мной на протяжении уже, можно сказать, не одного года. Я вас очень люблю и ценю. Это относится не к вам. Кому это относится, они сами поймут. Потому что очень многих я заблокировала. И не разрешу писать гадости на моем канале. Хватит уже. Вы сами понимаете. Просто могу объяснить вам, почему я так ожесточилась и обозлилась. Вот одна из этих подписчиц начала действовать не только на ютубе там, но и за ютубом. Вне ютуба. Начала пакостить мне не только через комментарии, но и через кого-то. Так что вот такие даже бывают люди. А вы не берите на свой счет ни одно слово мое. Те, которые меня учат, советуют, все по-хорошему, все понимаю. Я спокойно отношусь к этому, к этим комментариям. Но те, которые прям хотят меня как-то унизить, оскорбить, я этого больше позволять не буду. Пойду готовить сейчас завтрак себе. Наверное, я, моя душа хочет йогурт с фруктами. А сегодня на вечер мы будем кушать жареную рыбу. Эндер вчера принес рыбку, но я ее спрятала в холодильник, так как вчера у нас был ужин. Я без него поела. Он вечером прогуливался с другом. Ему сделала тоже очень хороший ужин. А я поела в 6 часов. Вот детки гуляют. Детки такие маленькие гуляют. Лапулечки. Боже, дети это радость. Как они могут надоесть? Да, вот сейчас я... В тот момент я очень уставала. А сейчас я тоскую. Что мне нужно было на восстановление? Две ночи поспать и все. Выспалась же. Это же все временно. И мой муж тоже скучает по ним. Все время что-то говорит, вспоминает. То-то сделали дети, это сделали дети, то сделали дети, как они, говорят, на меня смотрели, как со мной играются. Все нормально, жизнь продолжается. Дорогие друзья, сейчас мы с Эндером хотим приготовить лекарства из прополюса. И посмотрите в Карфуре, что он купил. Видите, тыквенные семечки, очищенные. Вкусные такие. Пару штук съела, очень понравились. Сейчас мы их собьем блендером. Надо иммунитет укреплять на зиму. Вот такой у меня прополис, 30 грамм. Сейчас мы его мелко порежем. Что-то здесь такое. Ну, в холодильнике. Измельчим, а потом что сделаем? Тоже в блендере. И мед добавим. Вот и весь рецепт. Ну, а я себе готовлю вот такой суп. Пашка это точно не поест. А я уже хочу вот такое что-то. Растительное масло или оливковое у меня есть. Добавлю. И еще, знаете, что я решила? Шпинат. В заморозилунке у меня был. Есть всегда он. Приготовлю себе именно такой суп. Овощной. Овощной супчик приготовлю себе. Душа очень просит. И на вечер рыбка будет жареная. Ну, а вот я, друзья мои, с новым причесоном. Не знаю, мне нравятся эти кудряшки. Иногда можно себе это позволить. Так вообще их удобно очень делать. Раз там голову помыла, накрутила эти резиночки. И все, они свое дело делают. Друзья мои, сейчас я просто зашла и почитать комментарии. Что вы там пишете? Ну, вот одна подписчица моя спрашивает. Ну, вот купил вам эндер туфли. Как она написала здесь? Сейчас я точнее скажу. Вы же работаете, что надо мужа просить купить мне что-нибудь. Например, одежду и любви. Да, это жизнь. Дорогая моя, почему мой муж не должен мне покупать? И я вам объяснила, что три месяца у меня отпуск. И что, в чем тут проблема, если мой муж купит мне? Я его не просила. Просто так сказала, говорю, здесь хорошую обувь взял. И он мне купил. Деньги не заканчиваются или как? У вас всегда есть деньги. Ну, и приятно же, когда муж покупает, да? Он мой муж и должен мне покупать. Он мне много чего покупает. Ну, и что, что у него я зарабатываю больше, чем он? Ну, человек, чтобы зарабатывать, должен работать. А я три месяца, и я не работала. Деньги что, не заканчиваются? Да, пассивный доход идет там. Поехать в отпуск. Поехать еще туда с подарками. Там пробыть. Приехать здесь три месяца, покупать там все, кушать. То вы сами понимаете. Ну, что мне вам говорить, ладно. Пойду читать дальше комментарии. Мой муж не жадный. Если у моего мужа были бы миллионы, то все эти миллионы он бы отдал мне. Если бы он был жадный, я бы не вышла за него замуж. Надежда. Я перед тем, как принять решение выйти замуж за этого человека, я посмотрела его со всей стороны. Жадных я ненавижу. И не ненавижу, когда мужчина просит денег у женщины. Мой муж никогда мне не просил деньги. Я сама хочу, я сама трачу. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Мой муж не жадный. Мои дорогие, мои любимые девочки. Так приятно видеть столько поддержки. Вот сейчас сижу и думаю, боже мой, сколько у меня хороших девочек. Как вы все понимаете. Да, спасибо за то, что вы воспринимаете меня такой, какая я есть. И поверьте, что на зло пыхателей и хейтеров у меня достаточно терпения. Я просто буду им ванить. Я никогда не опущусь до той планки, чтобы я их оскорбляла. Это моя мама никогда в жизни не ругалась матом. И так меня вырастила, что я очень-очень редко, когда матюкаюсь. И имею терпение. Спасибо вам большое. Вот сейчас перечитываю, просто сейчас мимолетом, так как мне нужно бежать быстрее по делам. Хотелось записать видео и ответить вам как раз на ваши вопросы. Очень много хороших, очень-очень много хороших. Ну, а плохих у меня не будет больше. Сразу все гман. Ну, смотря что, смотря что. Я же вам говорю, когда вы будете переходить на личности, оскорблять и убежать. Можете написать что-то там такое, но не оскорбление. Я терпеть не буду уже. Мне приятно открывать комментарии и видеть нормальные комментарии. Ну, не хотите. Вот, допустим, такая ситуация. Вы приходите ко мне в дом и будете меня оскорблять. Так я вас не приглашу во второй раз, естественно, и не захочу с вами общаться. А зачем негативно уже? В моей жизни столько было негатива. Достаточно. Я хочу видеть позитивных, хороших подписчиков, ради которых я хочу выставлять видео, все показывать. Ну, а зачем мне плохое, скажите мне, мои дорогие. Все. Я заканчиваю сейчас, потому что я должна выйти на улицу. Одела вот такое платье. Вообще-то так оно. Ну, а потом передумала. Думаю, сейчас 6 часов. Возвращаться одной. Не стоит искать приключения на голову. Хотя мой муж не против. Я решила переодеться. Ну, вот так я оделась на танкетке в босоножке. Решила одеть брючки спокойно, свободно. Все, друзья мои, я пошла. Ашка меня тоже пускает. Говорит, иди прогуляйся. Пошла я к подружке моей. Расскажу потом, что за подружка. Вот я нахожусь на этом проспекте. Так хорошо погулять. Сколько я дней не выходила. Друзья, у меня такое удовольствие. Иду, боюсь, потому что немножко они на каблуках, чтобы не свалиться. Поэтому все, не буду много снимать. Возвращаюсь домой. Засиделась, надо рыбу шарить. Быстрее, быстрее. Ашка им звонит, говорит, и где? Наговорились, наболтались. Как вы догадались, я думаю, какая я хозяинка. Рыбка жарится. Салатик сейчас буду делать. Друзья мои, какая у нас погода. Изменила смерть себе. Гром гремит. Но пока дождя не видно. Чуть-чуть покатываю. И вот я вот эту одну борту пожарила. Посмотрите, какая барабунка. Красивая рыбка. 300 килограмм нужно. Смотрите, как я жарю. Поделюсь с лайфхаком. Я ее прожариваю. Жарю в какой-то русной муке. Как я делаю? Солю, естественно, здесь. Теперь пакет насыпаю муку. Смотрите, как. И вот руки не пачкаются. Достаю и на сковородку. Очень удобно. Рекомендую пользоваться. Сейчас сделаю салат, наверное, естественно. Суп нам не будет туда сошли. А тут ветер. Посмотрите, какой ветер он. Мы все тут, по-моему, ждет ливня. А, чуть-чуть начал капать дождик. Давно не было у нас дождя. Хорошо, что Билли успела. И одеяло сушила днем. Сняла. Надо попрятать. Все, друзья мои. Буду заканчивать, наверное, уже. Дело полно. Кушать надо готовить. Пока-пока. Ставьте лайки. Пишите комментарии, мои дорогие. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик. И на все уведомления. Субтитры сделал DimaTorzok